Сегодня вашему вниманию я предлагаю свой подход к анализу текста художественного, текста писательного типа. И хочу сразу показать вам такую классификацию типов текстов, которые могут вам попасться на ЕГЭ. На мой взгляд, важно знать, какие типы текстов бывают, на ЕГЭ представлены могут быть, и чем отличаются подходы к тому или иному тексту. Я не придерживаюсь той точки зрения, что есть какой-то универсальный подход, который будет идеальным для текстов разного типа. На мой взгляд, нужно определить тип текста и выбрать тот подход к его анализу, который наиболее оптимален именно для этого типа текста. И вот такие классификации существуют совершенно разные. Можно еще более дробную классификацию выделить, можно наоборот укрупнить эти разделы. Некоторые педагоги выделяют только два типа текста, художественный и публицистический. Некоторые выделяют три и больше. Я придерживаюсь сейчас такой классификации. Возможно, она не безупречна, но мне кажется, сейчас она удобна и позволяет реализовать разные методики анализа текста. Какова вероятность того, что нам на экзамене попадется именно текст бессюжетный? Посмотрите, пожалуйста, я сделала такую выборку по текстам прошлых лет, которые были на реальных экзаменах. И вот видите, что начиная с 2018 года с регулярностью встречаются такие тексты. Например, в 2018 году было три из 20, по-моему, текстов таких. В 2019 тоже три, в 2020 уже четыре. То есть, смотрите, друзья, нам нельзя игнорировать такие тексты, хотя они довольно редко попадаются, но все-таки представьте себе, из 23 текстов 2020 года четыре у нас относились к типу бессюжетного художественного текста. То есть вы сами можете посчитать ту вероятность, которая существует, вероятность того, что вам попадется именно такой текст. И ни для кого не секрет, особенно это касается моих коллег, которые здесь присутствуют, что именно бессюжетные тексты вызывают наибольшую сложность у пишущих сочинения. Почему? Да потому что с такими текстами наши традиционные подходы к анализу плохо работают. То есть, что значит традиционные подходы к анализу? Например, подход, когда мы анализируем эпизоды, анализируем персонажа, который представлен нам в различных поступках. Эти поступки мы оцениваем с нравственной точки зрения и таким образом выходим на авторскую проблематику. Так вот, с бессюжетными художественными текстами это не получится, потому что мы практически не видим поступков персонажа. Мы не видим динамики сюжета. И если мы не умеем анализировать бессюжетные тексты, то мы просто окажемся в ступоре, когда нам такой текст попадется. И вы сегодня сами это почувствуете, когда увидите, что же это за тексты такие, если вы еще с ними не знакомы. Итак, что является особенностью бессюжетного текста? Мы можем это понять уже, судя по названию самого типа этого текста. В основе такого текста реальное или условное перемещение рассказчика. Чаще всего бессюжетные художественные тексты написаны от первого лица. То есть мы погружаемся в художественный мир рассказчика. И в этом своем художественном мире рассказчик перемещается по местности по какой-то, то есть происходит путешествие, либо он перемещается по памяти, то есть путешествует по своим воспоминаниям. Конечно, если мы будем говорить о типах речи, представленных в этом тексте, то понятно, что в глобальном смысле это текст повествовательного типа. Но нам лучше для анализа его здесь отличать от текста повествовательного типа с сюжетом. Поэтому мы просто для нас, для нашей терминологии, нам удобнее так, мы будем называть эти тексты описательными. Потому что описание, описательные фрагменты очень важны в таких текстах. Они несут основную смысловую нагрузку. Главная задача автора при этом актуализировать связь между состоянием природы или окружающей среды и внутренним состоянием рассказчика. То есть вот такая коммуникативная задача стоит перед автором. Обратите, пожалуйста, внимание, даже когда наш рассказчик перемещается по своим воспоминаниям, что-то вспоминает, чаще всего это так или иначе все равно касается его взаимоотношений с окружающим миром природы. То есть, когда нам попадается бессюжетный текст, и мы его классифицируем как бессюжетный, то есть мы его прочитали и не видим какого-то динамичного сюжета, какого-то развития сюжета, яркого, каких-то острых эпизодов, то есть мы признаем, что перед нами текст бессюжетный, это значит, скорее всего, тема природы будет главенствовать в этом тексте. Это уже нам с вами большая подсказка. Так, какие же существуют подходы к анализу бессюжетного художественного текста? Мне известно три подхода. Первый подход – это опора на нравственное противоречие. Второй подход – это опора на символы концепты. И третий подход – это опора на динамику модуса. Не бойтесь, пожалуйста, этих мудреных слов. Я все это сегодня вам расскажу, покажу все три подхода, и вы после этого окажетесь во всеоружии. То есть после этого вам бессюжетные художественные тексты будут дороги, любимы, и вы совершенно не будете их бояться. Кроме того, обогатите свой терминологический словарь еще и научными терминами, научной лексикой. Итак, вот три подхода, которые мне известны, и я с ними вас сейчас и познакомлю. Первый подход – это опора на нравственное противоречие. Это так называемый смысловой подход. Нравственное противоречие может возникать между внутренним состоянием рассказчика и внешним состоянием природы. Помните нашу главную коммуникативную задачу в бессюжетном тексте? Это актуализировать отношения, связь между рассказчиком и миром природы. Так вот, в этих отношениях может быть не все гладко, может наблюдаться противоречие. Особенно часто такое нравственное противоречие мы видим в текстах Пришвина и Паустовского. Оба эти автора – постоянные, так сказать, спутники ЕГЭ, потому что каждый год попадаются тексты и Пришвина, и Паустовского. И мы уже хорошо знакомы с риторикой, с поэтикой этих писателей и понимаем тематическое своеобразие их текстов. Вот чаще всего они и как раз бывают бессюжетными. В 2018 и в 2020 году был на ЕГЭ текст Ольги Кожуховой, который начинается с фразы «С детства не слышала от летающих журавлей». Вот это как раз такой бессюжетный текст, который характеризуется нравственным противоречием. Мы этот текст с вами заранее не читали, поэтому сейчас я просто познакомлю вас с некоторыми фрагментами, потому что знаю, что многие коллеги из здесь присутствующих хорошо знают этот текст. Мы его уже разбирали на наших вебинарах, и на сайте вы можете найти эти вебинары, ведущие вебинары по тексту Кожуховой Аллы Давидовны Баландина. Можете просто поискать и посмотреть подробный разбор этого текста. А сегодня мы посмотрим только некоторые отрывки, чтобы вы увидели, как это нравственное противоречие проявляется. Текст посвящен воспоминаниям, размышлениям рассказчика. Расказчица, точнее, которая оказалась на берегу реки и наблюдает за журавлями. Она видит, как журавли курлычут, улетая в теплые страны, и замечает, что птицы прощаются с озером, с рощами, с заросшими пыреем и полынью, долинками и оврагами, с полями в обломках стеблей кукурузы, с бездомно покинутыми на пашнях стогами соломы. Видно, взрослые журавли учат младших подлёдков находить, возвращаясь весной, это озеро. Островки на нём, в соснах и елях, это дом на холме, эти купы деревьев и все видимые с высоты, с любого захода, приметные ориентиры, грустный птичий урок навигации. То есть это мы берём как первый пример, когда журавли, так сказать, являются для автора объектом наблюдения, и затем рефлексия авторская, я завидую им, улетающим, потому что весной они обязательно снова вернутся сюда. А я, сумею ли я опять побывать здесь, на тёмной зелёной реке, на этих прудах и озёрах, взглянуть на берёзовые аллеи, уходящие в степь, на свекольные и ржаные поля. Вот оно, нравственное противоречие. Журавли возвращаются на родину. А вернусь ли я, думает рассказчица, это неизвестно. Вот такое нравственное противоречие в тексте оказывается очевидным. И опираясь на него, на это выявленное нравственное противоречие, мы уже выходим на проблему текста. Как это делать? Посмотрите, пожалуйста. Рассказчик завидует журавлям, всегда возвращающимся на родину. Вот, так сказать, сжатый пересказ этого текста. Это его основная мысль. И отсюда выходят уже проблемные вопросы. Нужно ли всегда возвращаться на родину? Какова роль малой родины в жизни человека? Почему важно сохранять преданность родины? Вот эти вопросы мы формулируем на основе выявленного нами нравственного противоречия. Мы видим, что в тексте, пусть это текст бессюжетный, в нем, по сути, ничего не происходит, никаких поступков не совершает рассказчица. Но мы видим, что автор проводит параллель между жизнью журавлей, а журавли – это у нас представители природы, да, и своей жизнью. И мы видим, что в жизни журавлей, кажется, рассказчица присутствует большая гармония, чем в ее собственной жизни. Так, то есть вот таким образом мы работаем с нравственным противоречием. Сейчас напишите, пожалуйста, в чате цифру 8 те, кто поняли, что значит нравственное противоречие, кто понял, что значит нравственное противоречие, и как его в тексте находить. Мы очень кратко сейчас об этом сказали. Так, хорошо, вот смотрите, сколько у нас восьмерок появилось. Если кто-то не совсем понял и даже готов сформулировать какой-то вопрос, касающийся этого метода анализа, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите вопросы, я обязательно на них отвечу. Хочу немножко вас огорчить и сообщить, что поиск нравственного противоречия – довольно-таки простой метод, однако не всегда он возможен, потому что этого нравственного противоречия в тексте может не быть, либо оно может быть неочевидным, не столь явным. И тогда мы либо начнем каким-то образом натягивать, выискивать, придумывать это нравственное противоречие, и это уже будет как-то немного фальшиво, мы не сможем это виртуозно так сделать, что на самом деле, допустим, противоречия нет или оно неявное, а мы на его основе построим целый анализ. Мы не настолько еще с вами виртуозы, да, вот таких глубоких смысловых анализов, и, наверное, если мы вот этого явного противоречия не почувствовали, когда прочитали текст, то следует использовать другой метод анализа, а нравственное противоречие оставить для другого текста. Итак, метод нравственного противоречия мы с вами посмотрели, точнее, метод опоры на нравственное противоречие. Этот метод нам теперь известен, но мы понимаем, что он далеко не универсален. И идем дальше. Следующий метод, который мы будем рассматривать, это опора на символы-концепты. Вот этот вот. Поэтому мы уже галочку поставили. Итак, опора на символы-концепты. Что же это такое, символы-концепты? По-другому эти слова называются эмблемными словами. Термин «эмблемные слова» принадлежит преподавателю нашего сайта, автору учебных пособий по итоговому сочинению и сочинению формата ЕГЭ, Дине Ивановне Архаровой. Это ее авторский термин, я его с удовольствием использую. Итак, символы-концепты – это такие слова, значение которых закреплено в историческом и культурном опыте народа. Они представляют собой архетипы, то есть аллегорически указывают на нечто известное и понятное любому человеку, какому бы народу, какому бы поколению этот человек не принадлежал. Эти слова обозначают какие-то понятия или предметы, но помимо прямого семантического значения, они еще имеют некий подтекст, то есть являются каким-то определенным символом для человеческой цивилизации. Например, таким символом-концептом является слово «огонь». Для представителя любого народа огонь – это не просто костер, который горит, не просто какой-то химический процесс, а это некий символ культурный. Например, огонь – это символ борьбы, или огонь – это символ просвещения, знания. То есть в зависимости от того, в каком контексте используется это слово «огонь», мы считываем те или иные смыслы, присущие этому концепту. Так вот, символы-концепты – это те самые слова, которые составляют подтекст бессюжетного художественного текста. Смысл этих слов считывается носителями любого языка и любой культуры. Я вам сейчас привела пример слова «символ огонь». Если вы поняли, что имеется в виду под понятием символы-концепты и эмблемные слова, напишите, пожалуйста, в чате какое-нибудь слово, которое, по-вашему, тоже является концептуальным для абсолютно всех людей. Пока вы пишете пример такого символа, я прочитаю вопрос Сорокиной Елены. «При нравственном противоречии связь между примерами можно обозначить фразой, а автор противопоставляет примеры». Да, Елена, вполне можно такое сделать, а можно эту фразу сделать более красивой. Например, можно ее сформулировать таким образом. В тексте читатель наблюдает нравственное противоречие между двумя, допустим, эпизодами, которые авторам противопоставлены. То есть вполне можно. Итак, посмотрите, сколько у нас концептуальных слов. «Дорога», «Путь», «Свет», «Река», «Вода», «Дом», «Небо», «Сон». Очень интересно. «Дом», «Дорога», «Роза», «Свечка», «Душа», «Зерно», «Солнце». Отлично. Это все правильные слова. Все, кто написал символы-концепты в качестве примера, абсолютно правы. Действительно, все эти слова являются эмблемными, несущими, помимо предметного значения, еще и символический смысл. И теперь, поскольку вы поняли, что это такое, конечно же, вы сможете находить такие слова и расшифровывать их в бессюжетном тексте. Все слова, которые мы считаем концептами, имеют позитивный подтекст или негативный подтекст. И в зависимости от того окружения, от контекста, в котором это слово является в тексте, мы можем с вами эти подтексты негативные, позитивные оценивать. Например, огонь. С одной стороны, это символ тепла, а с другой стороны, огонь – это разрушительная стихия, пожар, сметающий все на своем пути. Луна. Луна, с одной стороны, символ романтики, а с другой стороны, символ мистики. Или дом. Дом – символ семейного благополучия, уюта. Зеркало, например, как часть дома, предмет мебели, это наоборот символ какого-то таинственного потустороннего мира. Может быть, даже символ каких-то темных сил. Помните, как обыгрывается зеркало в разных фантастических сагах и так далее. Вот посмотрите, те слова, концепты, которые мы видим в чате, их можно тоже группировать, выделять из них смысловые какие-то параллели и так далее. Нам это с вами сейчас особо не важно, потому что у нас об этом уже есть вебинары, и кому интересно подробнее об эмблемных словах, почитайте, пожалуйста, в работах Дины Ивановны Архаровой. Я сейчас только расскажу о них применительно к нашему прикладному вопросу анализу бессюжетного текста. Итак, опираясь на символы-концепты, мы следим за ходом развития мысли автора. Открывающийся нам в тексте позитивный или негативный подтекст определяет динамику текста, и это помогает нам выйти на главную проблему. Например, если мы возьмем бессюжетный текст Бунина, в нем очень часто присутствуют символы-концепты, эмблемные слова, и поскольку Бунин – это великий писатель, безусловно, обладающий даром писательским, то мы понимаем, что его слова, концепты, которые у него появляются в текстах, далеко не случайны, а они как раз позволяют ему реализовать его художественную задачу. Вот если мы видим в тексте Бунина, сейчас я это продемонстрирую на примере, резкую смену вот этого подтекста с позитивного на негативный, или наоборот, чаще с негативного на позитивный, то это уже о чем-то говорит. Это значит, что с рассказчиком что-то произошло, что явилось причиной смены его настроения. Если мы это увидим, а поскольку мы знаем, что бессюжетные тексты, как правило, имеют тематическую направленность, связанную с природой, то очевидно, что поводом для изменения внутреннего состояния рассказчика случилось что-то, связанное с природой, то увидев вот эту смену эпизодов, смену направленности наших концептов и, связав их с природой, мы сразу поймем, какие примеры мы будем брать, на что мы будем опираться и какая проблема будет у нас вырисовываться. Например, в одном из текстов негативная семантика символов сменяется позитивной, и мы понимаем, что рассказчик, которого терзали сомнения, тревога, он благодаря природным явлениям определенным преодолел вот эту душевную смуту, природа вселила в него позитив, оптимизм, и он обрел веру в благополучное будущее. Итак, какой хороший и простой метод опора на символы-концепты? Нашли символические слова, посмотрели на их оценочность, то есть какая позитивная или негативная сопровождает динамика эти концепты, и связали с природой, разгадали таким образом проблему. Однако, опять же, этот метод очень специфический. Опять опор на символы-концепты, возможно, не всегда. Дело в том, что зачастую авторами бессюжетных текстов, предлагаемых нам на ЕГЭ, являются не, собственно, писатели, такие как Бунин, а журналисты, публицисты, путешественники, ученые, конечно, они тоже мастера слова, их тексты тоже являются художественными, но, согласитесь, журналисты-публицист и писатель, все-таки и язык у них отличается друг от друга, и смысловая структура их текстов тоже не совсем все-таки они подобны друг другу. Если у Бунина ни одного слова случайно не бывает, и каждое слово несет в себе какой-то подтекст, который ученые исследуют, пишут диссертации, дипломные работы, филологи пишут, то, если мы какие-то слова встречаем в текстах, написанных журналистами, то это могут вообще не быть даже никакие концепты, а это могут быть просто слова в прямом значении. Вот сейчас мы с вами сравним два текста. Текст Бунина, о котором я уже начала говорить, о, какая странная была эта ночь, и текст Василия Пескова «Был осенний серенький день в конце листопада». Это текст, который попался ребятам на ЕГЭ в позапрошлом году. Сначала посмотрим на текст Пескова. «Был осенний серенький день в конце листопада, и настроение серенькое. Я доехала на трамвае в Тимирязевский парк прогуляться. Пустынно было в парке и тихо, только ворона на сухом дереве воевала с куриной костью. И вдруг через дорогу, из леса через дорогу, в пяти шагах от меня проследовал заяц. Он не бежал, а тихо подпрыгивал, удостоив меня лишь косым взглядом. Тут же он остановился в двух шагах от меня, поскреб за ухом длинной задней ногой и тихо-мирно упрыгал в кусты. «Эко-событие», — скажете. Однако настроение у меня сразу переменилось. Я шел посвистывая, вспоминал заяца, представляя, что он сейчас делает. Дома за чаем опять его вспомнил. И было на душе хорошо и тепло. Посмотрите, какой интересный и забавный, веселый и радостный фрагмент. Вот «желтой заливкой» я выделила слова, которые мы бы могли счесть какими-то эмблемными словами. Например, «день» — это однозначно концептуальное слово. «Ворона», «дерево», «дорога». Помните, даже вы в чате написали, «дорога» — это символ. «Нога» — вообще все части человеческого тела всегда концептуальное значение имеют в текстах высокохудожественных. «Дом» здесь встречается. Но можем ли мы считать эти слова концептуальными в данном тексте? На мой взгляд, здесь они не являются эмблемными. Они являются просто обычными словами, потому что Василий Песков, при всем уважении, все-таки это не Бунин. Василий Песков — журналист. Кстати, вот этот текст «Был осенний серенький день». Это его последний текст, скончался несколько лет назад. Текст у него замечательный, проникнутый большой искренней любовью к русской природе, к русским людям. Но ворона, которая в этом тексте встречается, это не символ мудрости, как, например, в басне Крылова «Ворона и лисица». Там символ глупости, да? Как помните, у нас вороны, вообще все символы двусторонние. Где-то ворон — это символ мудрости, где-то ворона — это символ глупости, а у Пескова это просто ворона, как птица. И дерево у него тоже, просто как растение, день, как время суток. Нога — это настоящая нога, это не символ опоры. Вот. Посмотрите теперь на текст Бунина. «О, какая странная была эта ночь! Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлому мистическому видению. Желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы, и как живой глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалипсическое было в этом круге, что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине. Во всей этой ночи, в пароходе и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле, и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением. Медленно поднялся я на последнюю ступень трапа, и прислонился к его перилам. Подо мной был весь пароход. По выпуклым деревянным мосткам и палубам тускло блестели кое-где продольные полоски воды, следы тумана. От перил, канатов и скамеек, как паутина падали легкие дымчатые тени. В середине парохода, в трубе и машине, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть. Но весь пароход все-таки представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледной, освещенной прогалине среди тумана. Вода низко и плоско лежала перед правым бортом. Таинственно и совершенно беззвучно колеблясь, она уходила в легкую дымку под месяц и поблескивала в ней, словно там появлялись и исчезали зеленые змейки. И когда я смотрел кверху, мне опять чудилось, что этот месяц бледный образ какого-то мистического видения, что эта тишина – тайна, часть того, что за пределами познаваемого. Посмотрите, текст Бунина характеризуется многократными повторами одного и того же слова. Туман, который представлен в семантическом ряду, то есть вместе с синонимами туман, ночь, мгла, тусклый, дымчатый, дымка, тень. Вот когда идет такое повторение, а мы с вами не можем заподозрить Нобелевского лауреата, классика русской литературы Бунина, в том, что он обладает бедным словарным запасом и не может подобрать синонимов, и поэтому постоянно повторяется, конечно, нет. Это значит, что эти повторы не случайны, они несут смысловую нагрузку. А наша с вами задача – эту нагрузку расшифровать. И вот когда мы знаем опору на символы-концепты, мы уже, не скажу, что легко, но хотя бы каким-то образом можем здесь сориентироваться и понять, что перед нами ничто иное, как эмблемное слово, обладающее негативным подтекстом в данном случае, потому что все, не только намеки здесь, а здесь прямо высказано Буниным, какое настроение у рассказчика здесь превалирует. Спасибо, Наталья, здесь она нам прокомментировала, как отличить ложку от предмета, то есть ложку-символ, но я, кстати, не знаю, символ-ложка или нет. А, заяц через дорогу. Да, это мы знаем из Пушкина. Итак, дальше что происходит в тексте Бунина? Вдруг посреди нашего текста резко меняется, исчезает вот этот символ тумана, появляется другое время суток, время дня, время суток – это тоже всегда символ. Утром, когда я открыл глаза, почувствовал легкий ветерок, стихия пошла новая. Ночи туман уже на второй план отходят, утро повторяется, утро, 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 утро – символ возрождения, обновления. Да еще, если мы вдруг не поняли, что это символ возрождения и обновления, нам еще Бунин дает небо весны. Если уж мы с утром не смогли разобраться, то уж и весну там расшифруем, потому что весна – это тоже символ обновления. И утро повторяется в этом маленьком абзаце «пять раз не случайно». То есть туман, который вселял тревогу или был отражением вот этой внутренней тревоги, которая снедала душу рассказчика, сменился утренним ветерком, и рассказчик обрел надежду на светлое будущее. Это значит, что те мысли, та тоска, которая его мучила, ушли в прошлое. Он смог пережить эту мрачную ночь в своей жизни, и сейчас все хорошо с ним. Вот как проявляется, как можно отличить символ, концепт от просто предметного значения слова. И получается, какой мы вывод сделаем, что если нам попался текст Бунина, и этот текст бессюжетный, и нам сложно определить в нем проблему, то тогда, возможно, на помощь нам придет анализ опорных вот этих, опора на эмблемные слова. Ну а если перед нами бессюжетный текст не такого именитого писателя, а текст, например, журналиста или путешественника, об этом, кстати, чаще всего написано в той справке маленькой, которая после текста нам дается, где расшифровывается, кто такой автор текста. Если вы видите, что там написано, что это геолог, или вы видите, что там написано, что это путешественник исследователей, исследователь Дальнего Востока, то для вас это уже такой сигнал, что не надо в этом тексте искать символы, концепты. Тогда что делать нам? Нам нужно переходить к следующему, на мой взгляд, более универсальному методу. Я хочу просто, чтобы вы понимали, что бессюжетные тексты настолько интересны для исследователей, что каждый исследователь свою методику вырабатывает при анализе этого текста. Я вам несколько показываю. Понятно, что они между собой очень похожи, но я стараюсь просто какими-то более четкими словами вам показать действия, которые вы должны применить. Итак, мы сейчас с вами опору на символы, концепты разобрали очень кратко. Те, кто заинтересовался этим вопросом, анализом символов, концептов, это наверняка будущие филологи, которые пойдут на филологические факультеты и будут заниматься литературоведением, где сейчас это очень актуальная тема, концепты в тексте изучаются просто сейчас очень широко. Сейчас напишите, пожалуйста, знак «равно» в чате. Те, кто понял, в чем заключается метод опоры на символы-концепты. Так, отлично, я вижу. Хорошо, поняли. Значит, мы можем двигаться дальше. Это все была преамбула к нашему основному вопросу, потому что сегодня большую часть нашего занятия мы посвятим третьему методу – опоре на динамику модуса. Так, Надежда задает вопрос. Как понимать, что за символами-концептами стоит? Переходить к проблеме. Вот, Надежда, в этом-то и есть самый главный фокус. Понять, что стоит за символами-концептами, можно только вдумчиво и медленно погрузившись в текст, почувствовав настроение рассказчика. Если вы чувствуете, что это настроение скорее минорное, то символы-концепты как раз это и отражают. А если вы чувствуете, что это настроение скорее мажорное, может быть, какое-то игривое, приподнятое, веселое, то и это будет в символах-концептах отражено. Например, если у человека, допустим, мысли горят огнем, и он испытывает сильную душевную боль, то тогда огонь будет иметь негативный подтекст. А если он блуждал там по лесу и вдруг заметил огонек, то огонь – это будет символ надежды, символ какого-то тепла, символ человеческого присутствия. Это уже не будет сила разрушительной стихии. Понимаете? Вот как вы чувствуете. И связывайте это опять с природой. Итак, мы переходим с вами к третьему способу – опоре на динамику модуса. И вот этот третий способ требует от нас владения научным терминологическим аппаратом. Сейчас я вам расскажу о важных понятиях, которые составляют текстообразующие категории. То есть филологи, изучающие текст художественный, как раз оперируют вот этими понятиями. В каждом тексте присутствует пропозиция или по-научному диктум, то есть некоторое содержание высказывания – то, что мы можем соотнести с реальностью. Это и есть какой-то, ну, допустим, сюжет. То есть пропозиция – это тот фрагмент реальности, который в тексте запечатлен. Это может быть абсолютно любой фрагмент. Например, на улице идёт дождь – это совершенная пропозиция, в этом чувствуется, да, то есть передаётся, в этом тексте запечатлена, как конкретная картина состояния природы, погода и так далее. Кроме пропозиции в любом абсолютно любом тексте есть ещё и модус, то есть субъективное восприятие этой действительности. Это авторская реакция, авторская оценка относительно этого фрагмента реальности. То есть вот тот же самый пример, когда мы пишем текст о том, что на улице дождь, в зависимости от того, какое отношение мы, как авторы, испытываем к этому дождю, вот из этого будет состоять то, какие средства мы отберём для описания этой реальности, так, и то, насколько наш читатель сможет расшифровать, считать, декодировать эти наши оценочные суждения. При этом события, которые происходят в тексте, они несут в себе номинативную, познавательную функцию, то есть они называют какое-то явление, а вот оценочная часть, модальная часть текста всегда реализует коммуникативную функцию. Когда мы читаем с вами текст и видим, что в этом тексте описывается то, как идёт дождь, то нам сам дождь не так важен, как важно то, как автор текста посредством различных способов выражает свою оценку относительно этого дождя. Автор рад этому дождю или автор грустит от этого дождя? Дождь, он всегда одинаковый, но разное отношение к этому дождю. То есть вот о чём мы сейчас говорим. Когда мы работаем с бессюжетным текстом, мы должны отличать эти текстообразующие пласты. Мы должны понимать, с каким фрагментом реальности мы имеем дело, то есть что, о чём говорится в тексте, да? И самое-то главное, мы должны понимать, как автор оценивает этот фрагмент реальности. Итак, сегодня мы с вами узнали два научных термина. Это диктум, то реальное, что содержится в тексте, и модус – та оценка, которая в тексте выражена. Больше ничего страшного не будет. Как же мы будем работать, применяя метод опоры на динамику модуса? Первое. Сначала мы должны определить тему текста. Определяем тему текста с помощью ключевых слов. Ключевые слова – это те слова, которые часто повторяются в тексте, особенно часто повторяются в первой части текста, особенно часто в первом предложении текста. Ну и вообще, если мы вот так вот посмотрим на текст с точки зрения, какое слово часто повторяется, то это и будет ключевое слово. Часто – это не значит прям очень часто, может быть, 3-4 раза, но это значит чаще, чем другие слова. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что мы здесь говорим не только о полном лексическом повторе, но и о повторе смысловом. То есть у нас может быть синоним повторяться, да, то есть, допустим, отцы, родители, матери, отец, мать, родители – это все будет одно и то же ключевое слово в большом смысле, в крупном. Дальше. Разбиваем текст на эпизоды. Это обязательно нужно сделать, и в бессюжетном тексте это сделать довольно-таки легко, потому что в бессюжетном тексте этих эпизодов всегда будет мало. Например, их чаще всего будет два. Мы сегодня будем тренироваться с вами это делать. И после этого третий наш пункт – это в данных эпизодах найти слова с оценочным значением, определить их функцию в реализации авторской идеи. То есть здесь мы будем искать те самые средства выражения модальности, которые помогут нам расшифровать метафорический смысл текста. Вот здесь вот очень интересный момент. Модальность, в отличие от эмблемных слов, есть абсолютно в любом тексте. Вы знаете, даже когда вы пишете маленький текст ВКонтакте, реплику своему другу или еще какое-то сообщение, то и в нем уже есть модальность. По этой реплике ваш собеседник понимает, считывает ваше настроение, и совсем не обязательно при этом использовать смайлики. Совсем не обязательно. Потому что у нас в языке и так достаточно средств для выражения оценочного значения и без смайликов. Но если мы еще и смайлики используем, то тогда уже ничего расшифровывать нашему собеседнику не нужно. И так все понятно, что вы испытываете, когда пишете об этом. Итак, три пункта, которые мы сейчас запомним, потому что мы будем их применять. Определяем тему текста, разбиваем на эпизоды и ищем выражение оценки. И сейчас мы с вами погружаемся в текст, который вы должны были прочитать перед нашим сегодняшним занятием. Текст, который попался ребятам в 2020 году на ЕГЭ, первый день. И этот текст стал опять прообразом для многочисленных мемов, которые появились в интернете. Дети, школьники, выпускники, которые писали этот текст, они не умели анализировать бессюжетные тексты. Некоторые не умели. Они не поняли, о чем этот текст. Они не смогли грамотно сформулировать проблему. И потом получилось очень много смешных текстов. Более того, они перепутали Бурундука и Белку и вообще сляпали из этого текста какие-то совсем-совсем нехорошие сочинения. Смешные, забавные. Но этим выпускникам было не до смеха. Когда они сидят в аудитории и видят вот такой текст, в котором они не знают даже, за что зацепиться. Мы с вами уже не попадем в такую ситуацию, потому что сейчас мы посмотрим, как нам с такими текстами работать. Итак, путешествие по тайге всегда довольно однообразно. Сегодня лес, завтра лес, послезавтра опять лес. Ручьи, которые приходится переходить вброд, заросшие кустами, заваленные камнями, с чистой прозрачной водой, сухостой валежник, покрытый мхом. Папоротники удивительно похожи друг на друга. Вследствие того, что деревья постоянно приходится видеть близко перед собой, глаз утомляется, ищет простора, чувствуется какая-то неловкость в зрении, является непреодолимое желание смотреть вдаль. Итак, вот у нас первый эпизод. О чем этот текст? Вот первое, что мы делаем, определяем тему. Помните, мы с вами только что проговорили наши основные шаги. О чем этот текст? Очевидно, что этот текст о лесе и о тайге. Это в глобальном смысле тема природы, потому что лес и его разновидность тайга – это все природа. Вот посмотрите, что здесь мы делаем. Мы еще только первый абзац прочитали, но мы уже понимаем, о чем будет наша проблемная область. И мы уже понимаем, что вряд ли мы напишем такой проблемный вопрос, как «какова роль леса, допустим, в жизни человека?». Это будет слишком узко, потому что лес и тайга – это все природа. То есть дальше сюрпризов быть не должно. Мы поняли, о чем текст. Когда мы текст разбиваем на эпизоды, а текст я сейчас уже читать весь не буду, потому что у вас он был. Кто его не скачал, посмотрите по ссылке вверху чата, можете пролистать, увидеть. Мы разбиваем текст на эпизоды. Эпизоды здесь очевидные. Первый эпизод – это описание передвижения рассказчика пешком по тайге. И второй эпизод – это наблюдение за Бурундуком. После второго эпизода у нас идет заключительная часть, где ведется рассуждение о влиянии цивилизации на природу. Многие ребята, которым попался этот текст на ЕГЭ, они увидели вот эту заключительную часть, обрадовались, что они видят какую-то проблему, и написали, как влияет цивилизация на природу. Написали такой проблемный вопрос. И он был зачтен, этот проблемный вопрос. Но дальше-то что им было делать? Ни в первом, ни во втором эпизоде влияние цивилизацию на природу не раскрывается. Как приписать Бурундука к цивилизации? Как написать вот это передвижение человека по тайге? Причем тут влияние цивилизации? Там была одна маленькая фраза, что порубленные деревья были. Но этого недостаточно, чтобы выстроить внятный комментарий. Ну, хотя бы проблему определили. Нам этого, конечно, мало. После того, как мы определили тему текста и разбили текстные эпизоды, мы предпринимаем третий шаг. Находим средства выражения модальности, то есть слова или морфемы с оценочным значением, а также синтаксические средства выражения модальности. Они у нас тоже есть. Посмотрите, мы здесь опираемся на лексику оценочную. Однообразно, похоже друг на друга, утомляется, неловкость. Это все средства выражения модальности. И очевидно, нам не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, что эта модальность негативная. То есть в начале текста мы видим, что рассказчик испытывает негативные эмоции. Понятно, да, как это происходит? Дальше что происходит? Еще у нас все идет пока первый эпизод. Темный лес, бурелом, болото, пожарище. Очень медленно, надоедает, невзгоды, лишения. Посмотрите, сколько у нас слов с негативной модальностью. Одно-единственное слово «просвет», которое появляется с явной позитивной модальностью, но это обманка, потому что этот просвет оказывается не настоящим просветом, а это просвет перед болотом. То есть мы делаем вывод, что в первом эпизоде с предложения 1 по 14 у нас доминирует негативная модальность. Как мы это поняли? Опираясь на оценочную лексику. Идем дальше. Второй эпизод. Бурундук. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь меньше слов с оценочным значением, но те, которые и есть, явно противопоставлены предыдущему фрагменту. У нас появилось слово «заинтересовало», у нас появился вопрос, а вопрос – это синтоксическое средство выражения модальности. Вопрос – это всегда показатель какого-то интереса, познавательного или какого-то другого. И посмотрите, я выделила морфемы с оценочным значением. Грибки, корешки, норка. Вот эти оценочные морфемы тоже создают позитивный настрой, потому что эти морфемы являются ничем иным, как уменьшительно-ласкательными суффиксами. И мы с вами видим, что настроение изменилось у рассказчика. В первом эпизоде он испытывал одни чувства – монотонность какой-то, да, негативные эмоции. А во втором эпизоде эти чувства изменились. И теперь остается задать нам самим себе вопрос, а что послужило причиной для изменения этих чувств? И вот когда мы на этот вопрос сможем ответить, это и будет главная мысль текста, из которой мы потом выстроим проблему. Проблемный вопрос. Итак, мы сейчас с вами… А, вот еще заключительную часть я посмотрю. Вот тут заключительная часть – это та, которая у нас не вписывается немножко в тематику, да. Она тоже имеет модальные элементы, но мы можем их спокойно оставить за кадром вне поля нашего исследования, потому что это просто такой аппендикс текста. Это не ради этого написан текст, понимаете? Не ради этой мысли, что количество зверя в тайге сильно уменьшилось. Не ради этого. То есть мы увидели вот эти слова, оценили их, но видим, что они, может быть, нам и не пригодятся для комментария. Мы спокойно их оставляем. Знаете, пожалуйста, дорогие друзья, что в тексте могут быть вот такие вот вкрапления, они могут быть в любой части текста, могут быть и в начале, могут быть в середине, так сказать, лирические отступления или отступления, которые немножко выходят за основную тематику. Как понять, важно или не важно это? Если вы чувствуете, что это немножко… всё-таки уход от темы здесь идёт, и этим ключевым словам цивилизация, значит, звероловы посвящено меньше текста пропорционально, то просто оставьте это вне вашего внимания. Зачем нужна эта часть? Она нужна для тех ребят, которые не умеют анализировать текст так же, как мы сейчас с вами анализируем, ведь не все ходят на вебинары, не все стараются понять, как это делается. Так вот, те дети, которые этого не умеют, они хотя бы из этого заключительного фрагмента выцепят хотя бы какую-то проблему, чтобы не обнулить все свои баллы по 1К4. Вот для чего это нужно. Нам с вами вот эта часть совсем не нужна. Итак, посмотрите, что у нас получилось в итоге. В первом эпизоде, который мы назовём «Описание передвижения пешком по тайге», присутствует негативная модальность, показано скука, однообразие природы, а во втором эпизоде появляется позитивная модальность. Наблюдая за бурундуком, за природой, человек открывает множество тайн. Сейчас, пожалуйста, напишите в чате «плюс» те, кто понял, как мы дошли вот до такого вывода. То есть все наши предыдущие шаги вам сейчас понятны, прозрачны, то поставьте, пожалуйста, «плюс» в чате. Отлично. Я вижу, что, во-первых, вы меня слушаете, ещё не заснули, меня это очень радует. Во-вторых, реагируйте, отвечайте на мои вопросы. Это меня воодушевляет, вдохновляет. Идём дальше. Посмотрите, как мы выстраиваем смысловую связь между эпизодами. Мы видим в первом эпизоде, что общение с природой не всегда бывает лёгким и интересным. Подтверждение – это первый эпизод. Но стоит лишь присмотреться повнимательней, и человеку откроется множество тайн природы. Поэтому следует с особым трепетом относиться к природе, учиться наблюдать за ней, постигая её тайны. Вот она мысль, которую Арсеньев нам передаёт в тексте своём. Вот эта мысль – это результат его рассуждения. Он нам показывает ход своих рассуждений. сначала показывает, как часто бывает, что общаться с природой в таком вот… в её проявлении в тайге, в длительной таёжной экспедиции, что это трудно, часто это монотонно, неинтересно. Но стоит только изменить вектор отношения своего, и сразу всё становится хорошо. Вот для чего этот бурундук там дан. Они так, как получается, пишут школьники, какова роль бурундука в жизни человека, и вот как прекрасно бурундук приносит орешки в своих защёчных мешках. Но это несерьёзно. Вот Дарья предлагает нам вопрос, как влияет на человека природа. Дарья, вот этот вопрос запомните свой, мы сейчас дойдём. Вот посмотрите, мы вышли в нашем рассуждении вот к такой главной мысли. Следует с особым трепетом относиться к природе. Но, конечно, вот к такой мысли ваш вопрос не подойдёт. Но ваш вопрос может подойти к другой мысли. то есть природа влияет, например, мы видим, что второй эпизод у нас позитивный, значит, в целом динамика текста позитивная, и природа в целом влияет на человека, получается, благотворно. При этом иногда вот бывает общение с ней затруднено. Итак, то, о чём я сейчас говорю, позитивная динамика модуса, что это значит? Это значит, у нас в первом эпизоде был минус, негативное, во втором эпизоде плюс. По второму эпизоду мы оцениваем динамику в целом. То есть второй эпизод, это касается абсолютно всех текстов и публицистических, и художественных, описательного, повествовательного типа. Если мы работаем с динамикой, то второй эпизод всегда важнее первого. По второму эпизоду мы оцениваем динамику в целом. Итак, второй эпизод расценивается автором как нормативный. Это правильно, так должно быть. Вот когда он наблюдает за Брундуком, так? Рассказчик наблюдает за Брундуком, забывает о скуке, однообразии леса, становится исследователем, постигающим тайны природы. И так должно быть. Вот как мы рассуждаем. Идем дальше. Смена модальности с минуса на плюс, вот то, что я вам рисовала на предыдущем слайде, слайде. Это сигнал противопоставления эпизодов. То есть мы, когда вот это поняли с вами, нам, у нас уже анализ связи в кармане практически. И сейчас мы, я покажу, как это все выглядит в итоге, в итоге в сочинении. Я покажу все сочинение целиком по тексту Арсеньева, сочинение, которое я написала в соответствии со всеми критериями. Вы можете использовать структуру или связочные фразы из этого сочинения в своих работах. В качестве вступления я предлагаю два варианта. Вы можете выбрать любой, который вам больше нравится. Я прочитаю оба, а потом скажу, какой мне больше нравится. Итак, как нужно относиться к природе? Этот важный вопрос волнует писателя-путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдевича Арсеньева. Это первый вариант вступления. И второй вариант. Я познакомился с интересным текстом писателя-путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдевича Арсеньева. Как нужно относиться к природе? Этот вопрос находится в центре внимания автора. Вот, коллеги, друзья, мне нравится больше второй вариант. Но оба эти варианта имеют право на существование. Я знаю, что большинство из вас чаще используют первый вариант. Это хорошо, когда мы начинаем с вопроса. Я вот здесь придерживаюсь своего мнения. На мой взгляд, ничего больше не должно быть во вступлении. Никаких развернутых, пространных рассуждений о природе, никакой актуализации. Эта тема актуальна, это все лишнее. Сочинение ЕГЭ предполагает четкость. Поэтому вот даю вам два варианта, а вы уже сами выбирайте. Но сегодня у нас конец марта, наверняка у вас уже есть свое любимое вступление, которое вы чаще всего используете. Итак, первый абзац у нас такой. Дальше. Размышляя о проблеме, автор от первого лица рассказывает о путешествии по тайге. Многодневное пребывание в лесу выдержать непросто. Писатель отмечает, что однообразие окружающих картин природы быстро надоедает, глаз утомляется и ищет простора. В этих словах ощущается монотонность и скука, одолевающие участников длительных таежных экспедиций. Читателю становится понятно, что общение с природой далеко не всегда можно назвать легким и приятным развлечением. Вот у меня первая часть комментария. Посмотрите, пожалуйста, что здесь важно. Во-первых, важно сказать слово «проблема», потому что до этого мы использовали слово «вопрос». Здесь удачным, на мой взгляд, было бы вот вкрапление слова «проблема» сюда, потому что все-таки мы пишем рассуждение по проблеме. Обратите внимание, я красным цветом выделила здесь предлог «о», потому что это частотная ошибка, о ней уже говорили мои предшественники-коллеги на других вебинарах, что мы часто видим в сочинении, как вы пишете, размышляя, то есть рассуждая над проблемой и так далее. Размышляя о проблеме – это нормально. Можно и размышляя над проблемой тоже так говорить. Будьте аккуратны с этими предлогами. Дальше, посмотрите. Я вот сейчас сюда не ввожу рассказчика, я пишу, что автор от первого лица рассказывает. Почему я так делаю? Потому что у меня автор – это путешественник. Понимаете? То есть текст, который мы видим, это не в чистом виде вымышленный мир, где действует рассказчик. Вот в таких бессюжетных текстах часто рассказчик и автор – это одно лицо, но мы, конечно, должны быть очень аккуратными здесь вот с дифференциацией автора и рассказчика. Я вот такую обтекаемую фразу взяла, что автор от первого лица рассказывает. О путешествии по тайге. Вот то, что я выделяю синим цветом – это введение читателя нашего сочинения в курс дела. То есть это предложение первое в комментарии, которое вводит нас в курс того, о чем пойдет речь. Я считаю, что оно крайне важно. Нельзя сразу писать первый эпизод и так далее. Так, дальше. Зеленым цветом у меня выделено пояснение, а желтым цветом – фактуальная информация из текста. В данном случае я использую метод пересказа и метод цитирования. То есть опора на текст у меня продемонстрирована в желтом фрагменте, а зеленые слова – это то, что я понимаю, прочитав вот эту часть текста. Идем дальше. Третий абзац. Однако в следующем эпизоде настроение рассказчика резко меняется, и перед читателем открывается совершенно иной аспект проблемы. Вот эту связку удобно использовать, когда у нас противопоставлены эпизоды. Дальше опора на текст. Внимание путешественника привлек лесной житель Бурундук. Наблюдая за зверком, усердно запасающим грибы и орехи на зиму, рассказчик совершенно забыл о скуке и однообразии, которые еще недавно так портили ему настроение. С искренним восхищением описывая старания труженика Бурундука, автор показывает, что природа тайги вовсе не монотонна и не скучна. Стоит лишь присмотреться повнимательнее, и путешественнику откроется множество удивительных тайн. Вы видите, вот эти вот наши заготовки, мы их сюда аккуратненько вставляем. А откуда мы их взяли? А мы их взяли сразу же, придумали, когда только обнаружили эпизоды, сразу их прокомментировали. То есть вот так получается у нас собирается второй пример с пояснением. Дальше мы идем на важную часть. Это отдельный абзац, анализ, связи. Два взгляда на природу. Беглый взгляд утомленного путника и чуткий взгляд исследователя. Противопоставлены друг другу. Противопоставление играет в тексте значимую роль. С его помощью автор подчеркивает, что природа тайги, сперва кажущаяся, однообразной, неинтересной, на самом деле таит в себе чудесный мир, полный захватывающих сюжетов. Вот смотрите, если мы в таком ключе представим анализ связи, то никто не сможет нас обвинить, что мы формально указали связи. В чем же отличие формально указанной связи, это ваше любимое, эти примеры дополняют друг друга, показывают, да, и глубокого анализа связи. А отличие вот в этой вилке, посмотрите, мы должны кратко показать суть каждого анализируемого эпизода. Взгляд утомленного путника – это у нас выдержка из первого эпизода. И чуткий взгляд исследователя. Посмотрите, здесь я использую еще и антонимы – беглый, чуткий, утомленный, там путник и исследователь, да, это все помогает мне убедительно показать контраст между эпизодами. Естественно, я называю особым термином саму эту связь, и дальше показываю, а зачем автору нужно было вводить вот этот контраст, потому что и опять природа тайги сперва такая, оказывается такой. Вот сейчас у меня дана характеристика связи и показана ее роль в тексте. И это и называется анализ связи. А если мы просто назвали, что эти примеры дополняют друг друга, помогая выйти на авторскую позицию, то это не анализ связи, так, и так, сейчас, что мы еще не используем, цифру 7 поставьте в чате те, кто понял, как делать анализ связи развернутый в четвертом абзаце нашего текста, сочинения, семерку ставим. Обращаю внимание, вилку делайте. Галина отмечает, что сложно. Да, здесь надо потренироваться, но у нас с вами, коллеги, и цель благородная. Вы понимаете, что анализ связи в этом году впервые введен в сочинение, и мы еще, может быть, не совсем хорошо научились учить этому виду работы с текстом наших учеников, и поэтому в выигрышной позиции окажутся те, кто знает, как делать этот анализ связи. Если вы сейчас зайдете на наш сайт и посмотрите, какие ученики присылают сочинения формата ЕГЭ этого года, то вы увидите, что, я не знаю, может быть, одно сочинение из десяти только содержит вот такой вот анализ, а все остальные – это формальная связь, как раньше, которая в этом году не принесет баллы. Поэтому сложно – да, потому что это задание повышенной сложности для тех, кто претендует на высокий балл. Если у нас человек претендует на средний балл или на ниже среднего только хочет сдать, конечно, он такое не сделает. Так, слово «сперва допустимо» спрашивает Елена. А почему нет? Я не знаю, что в этом слове есть какая-то стилистическая помета. Если вы найдете, то исправлю тогда. Так, да, Наталья пишет. «Сперва просторечная». Ну, давайте, коллеги, изменим. «Кажущаяся сперва». Ну, у нас слово «сперва», вот я не чувствую, что здесь оно какое-то прям стилистически маркированное. «Сперва». Надо посмотреть по словарю, если вам не нравится, коллеги, мы исправим. Так, идем дальше. А, вот Альбина предлагает изменить на «сначала». У меня там где-то сначала уже было. Так, ну, можно и оставить. Во всех ли текстах можно выбрать примеры для вилки? Вилка предполагает только противопоставление. Абсолютно во всех текстах нужно и можно выбрать примеры для вилки. Вилка предполагает не только противопоставление. Вилка предполагает сжатое указание на два анализируемых эпизода. Что такое вилка? Вилка, почему она вилка? Потому что она содержит два зубца. Нам в комментарии нужно показать два эпизода. Эти эпизоды могут быть противопоставлены друг к другу, могут быть сопоставлены друг с другом, могут оказываться друг с другом в причинно-следственной связи. И эту вилку все равно мы должны показать. Так, все вроде бы ответило. Идем дальше. Дальше мы переходим на следующий абзац. Это у нас позиция автора. Анализ двух контрастных по эмоциональной окраске примеров иллюстраций помогает понять позицию автора. Волшебный мир тайги открывает свои секреты лишь внимательному и осторожному наблюдателю. Поэтому относиться к природе нужно с особым трепетом и почтением, стремясь глубоко постичь ее великие тайны. Подчеркнута у меня позиция автора. Красным цветом я выделила фрагмент, когда я еще раз называю связь между эпизодами и использую другое слово, синоним контрастные эпизоды. Посмотрите, пожалуйста. Очень важно сейчас нам понять, что эксперт, который будет проверять наше сочинение, прежде всего он посмотрит на то, как у нас логически выстроен текст. А это значит, при сквозной проверке он посмотрит соответствие вопроса и позиции автора. Вот это соответствие должно быть идеальным, как пазл, подходящий один к другому. Как нужно относиться к природе? Ответ – относиться нужно с особым трепетом. Вот научитесь всегда проверять свое сочинение на это соответствие, прежде чем переписывать его на чистовик. Вообще в идеале, конечно, мы сначала, когда работаем над сочинением, делаем вот это, то есть главную мысль выявляем, а потом из нее делаем вопрос. Но на практике я знаю, что далеко не все из вас так делают. У кого-то позиция автора внезапно откуда-то появляется, да, но хотя бы при проверке вы должны это проконтролировать. Если вы чувствуете, что у вас ответ и вопрос плохо соприкасаются друг с другом, пазл не подходит, то тогда меняйте вопрос, но не трогайте ответ, потому что у вас ответ вытекает из анализа. Если вы поменяете ответ, вам придется менять микровыводы. Поэтому лучше сделайте наиболее подходящий к ответу вопрос. Это в том случае, если при проверке перед переписыванием на чистовик вы обнаружили несоответствие. Это соответствие должно быть идеальным. Ну и, конечно, чем короче вопрос, тем лучше будет у вас ответ, тем более четким вы сможете его сделать. Чем короче, чем более емким является вопрос, тем лучше будет выстроено вот это соответствие. Так, дальше переходим к позиции собственной. Позиция автора близка, понятно мне. Действительно, мы часто воспринимаем природу как нечто давно изученное, безостенчиво пользуемся ее дарами, не задумываясь о том, какой удивительный мир скрывается в каждом, даже самом маленьком природном уголке. Любовь к природе прививают нам русские писатели, паустовские пришлимбянки. Благодаря их творчеству мы учимся ощущать единство с природой. Ой, что-то мне не пишет. Ощущать единство с природой и стремимся относиться к ней бережно. Вот посмотрите, не надо пространного примера своего, достаточно небольшой какой-то конкретной формулировки, но закруглиться обязательно на ключевых словах темы, которые у нас в вопросе. А в вопросе у нас ключевое слово – это отношение к природе. И в микровыводе по своей позиции мы должны эти слова употребить. Только так наше сочинение будет собрано, а не будет вихляться из одной темы в другую. И завершаем мы выводом. Завершая размышления над текстом Арсеньева, отмечу, что природа не прощает безответственного потребительского отношения. Люди должны помнить об этом, любить природу и изо всех стил стараться беречь ее. Опять переходим на ключевые слова темы. Ничего мы здесь не повторили. Мы использовали прием обратного тезиса. И ключевые слова темы использовали. И опять закруглились на мягком призыве. Помнить об этом, беречь и так далее. Вот эти все приемы, очевидно, вам уже известны, поскольку вы наверняка хорошо уже готовы к такой структуре сочинения. Итак, мы можем сделать вывод, что анализ средств выражения модальности наиболее универсальный из всех известных пока что мне приемов определения авторской идеи. Модальность присутствует в любом тексте, в отличие от нравственного противоречия и символов концептов. Это значит, что мы можем опираться на этот прием как на основной, имея в виду и другие приемы, но, может быть, я надеюсь, что этот прием покажется вам приемлемым, то это будет автология, да, хорошим для анализа. Так, сейчас мы чуть-чуть потренируемся. Я прошу вас сделать полный экран. Мы возьмем новый текст, это текст Пескова. Я, к сожалению, не смогла его, не успела просто его напечатать, поэтому вот в таком виде. Помню морозное утро. В приоткрытую форточку утекает наружу струйка тепла. Кто это приспособился греяться? Тихо отвожу в сторону занавеску. На ветке у форточки сидит воробей. Нахохлился. Вобрал голову. Похож на серый пушистый шарик. Нас разделяет только стекло. Воробьиная осторожность должна заставить этот комочек жизни вспорхнуть, соединиться со стайкой замерзших собратьев. Но очень уж хорошо и тепло у окна. Воробей насторожно следит одним глазом. Стараюсь не шевелиться. И воробей начинает подремывать. Маленький глаз закрывается, и я вспоминаю, как сам, много раз с мороза усталый, засыпал возле печки. Каждый человек с самого детства знает о тех маленьких вороватых птиц. Возле нас они кормятся, согреваются. Простое воробьиное чириканье часто вовсе не замечаем. Но мы привыкаем к этим нехитрым звукам, к бойкому, суетливому проявлению жизни. Вот посмотрите, перед нами художественный текст, очевидно бессюжетный, тема его понятна. Опять у нас природа. Недавно я записал рассказ моряка о воробье, который прижился на корабле и плавал из Черного в Средиземное море. Моряк рассказал, как много радости и приятных забот доставляет матросам этот преданный путешественник. Корабль шел на виду у чужих берегов, но птица ни разу не попыталась слететь на землю. А в Средиземном море, когда к нашему кораблю близко подошел американский ракетоносец, воробью вдруг вздумалось поразмять крылья. Воробей вспорхнул, и мы на палубе затаили дыхание. Он опустился на мачту к американцам. Бинокли мы хорошо видели. Сидит, озирается. Посидел минут пять на чужой мачте наш воробей и видим. Вслетел. Летит. Мы все заорали «Ура!» Боцман выскочил. В чем дело? Но тоже заулыбался, когда узнал. Воробьи привязаны к человеку. Птица охотно пользуется нашим хлебом и нашим теплом. Но попробуйте заманить воробья на ладонь. Почти невозможный случай. Синица садится, а воробей будет держаться поодаль. Будет воровато с оглядкой прыгать, но на руку сесть не захочет. С воробьями у человека особые отношения. Вот такой текст был дан в тренировочных сборниках. И, конечно, многие ученики растерялись. Вот как здесь оформить проблему? Какова роль воробьев в жизни человека, что ли? Будет это немножко наивной проблемой. Сейчас мы ее обсудим. Так, вот вопрос. Как вы считаете, можно ли метод анализа модуса применять к текстам Бунина-Пескова, если ученик плохо понял первые два метода? Да, конечно, Дарья. Я об этом как раз и хотела сказать уже ближе к концу, что метод анализа модуса, он в принципе перекрывает предыдущие два метода, если они слишком сложны. Этот метод, он более утрирован, ведь, по сути, если у нас динамика модуса разнонаправленная, то есть плюс-минус, это и есть нравственное противоречие. Нам просто его сложно выявить без модуса, понимаете? И символы-концепты, вот эти ключевые слова, они также будут иметь негативный, позитивный подтекст. То есть эти все три метода, они очень близки друг к другу, перетекают один в другой. Но просто анализ модальности легче понять, легче сделать. Так, Тамара пишет. Мороз тепло, воробей, как и человек, подремывает в тепле. Тамара, прекрасно, воробей, как и человек, подремывает в тепле. И что дальше? То есть, как это помогает нам понять авторскую позицию? Вот сначала мы делим текстные эпизоды. Помните, да, мы еще раз сейчас проговорим наш порядок действий. Сначала делим текстные эпизоды. Мы видим, что у нас два эпизода. Первое – наблюдение рассказчика за воробьем, за окном, который, да, и история, рассказанная моряками. Вот они, два эпизода. Дальше наша задача какая? Проанализировать динамику модуса. То есть, прежде чем ее анализировать, мы должны ее, естественно, определить. То есть, отмечаем слова с оценочным значением. Посмотрите, первый эпизод – наблюдение за воробьем. Шарик, пушистый, комочек, стайка, хорошо тепло, маленький глаз, маленькие вороватые птицы, проявление жизни. То есть, плюс, понимаете, никакой грусти здесь, никакой подавленности, никакой депрессии. Плюс, плюс. Смотрим дальше. Во втором эпизоде. Преданный путешественник, много радости, приятных забот. Мы все заорали «Ура!», Боцман заулыбался. Особые отношения. Совсем мало здесь модальных слов, но нам достаточно. Мы опять видим плюс. Понимаете? То есть, и в первом, и во втором эпизоде у нас плюс. Наблюдение за воробьем – положительная модальность. История, рассказанная моряками – положительная модальность. Что это нам дает? А это нам помогает выйти на проблематику. Мы считаем, что воробей, то есть мы должны обобщить нашу тему, да, вот у нас текст о воробьях, то же самое, как был текст о тайге. Мы обобщаем. Воробьи – это тоже часть природы. Значит, рассуждение строится вокруг природы. Это значит, что если мы берем вот такую проблему, какова роль воробьев в жизни человека, она будет засчитана. Но как мы будем свою позицию выстраивать, друзья? Мы что будем писать? В моей жизни воробьи тоже играют важную роль? Это слишком наивно. Понимаете? Поэтому мы возьмем широкую проблему, какова роль природы в жизни человека. И авторская мысль будет здесь такая. Вот она рождается у нас из абзацев, из наших фрагментов. Даже мимолетное общение с природой дарит человеку умиротворение, спокойствие, ощущение гармонии. Так зимой вся природа спит, и человек испытывает тоску по этой живой природе. И вот воробушек, который за окном, напоминает ему о том, что природа где-то вот она рядом, она просто сейчас погружена в сон. Так и человеку становится тепло на душе. Дальше. Во время разлуки с Родиной особенно важно соприкосновение с живой природой. Маленькие посланники родной земли согревают душу, напоминая о доме. Почему моряки так радовались, с такой радостью наблюдали за этим воробьем? Да потому что они много месяцев не видели ни одного деревца, ни кустика, они только видели бесконечные водные просторы. Во времена длительных промыслов это очень тяжело человеку переживать. Поэтому на кораблях всегда есть живой уголок, где ухаживают за растениями. Часто бывают рыбки, часто бывают даже корабельные коты. А вот у этих матросов, у них был свой собственный воробей корабельный. Так, обобщаем до птиц или до природы? Мне кажется, до природы обобщаем, до птиц то же самое, как и воробьи. Вот Вера тоже согласна до природы. Всегда ли нужно обобщать до природы? Дарья, ну а как? Понимаете, если у вас идет речь в бессюжетном тексте о конкретном фрагменте природы, то лучше обобщить, чтобы нам проще было выстраивать. Нам потом эти примеры еще приводить, понимаете? Мы что будем, вот если мы не обобщим? Я сейчас еще один текст покажу, где ошибку сделали те, кто не обобщили. Они потом до этого дошли к... Когда столкнулись с собственной позицией, они не знали, что написать. Так, например, космонавты. Розали, ну да, например, космонавты. Возможно, вы говорите, например, к тому, о чем я говорила про моряков, да? Да, 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 Вера, вот вы совершенно правильно говорите. Иначе придется в согласии говорить, что в моей жизни большую роль играют воробьи. Это смешно даже самому человеку, который это пишет. Только на экзамене ему не смешно. Птиц будет непросто аргументировать, конечно. Нам проще обобщить. Так, посмотрите, пожалуйста. Возможно, вам знаком текст 2020 года, текст Пескова о Днепре. Это тоже бессюжетный текст. И это текст о реке. Вот если мы напишем в этом тексте проблему, какова роль Днепра в жизни человека, это будет правильная проблема. На нее лягут эпизоды, но на нее не ляжет ваша позиция, если вы в своей жизни Днепра не видели, и этот Днепр никакую роль в вашей жизни не сыграл. И как вы будете это аргументировать? Вот это, это, если вы оставите этот Днепр в проблемном вопросе, вам придется это ключевое слово Днепр в двух микровыводах по комментарию делать, да, и в авторской позиции само собой, и еще и в своей позиции. Научитесь здесь обобщать. Вот попался вам текст о Днепре. Значит, Днепр – это великая река. Какова роль великих рек в жизни человека или в жизни, в развитии человеческой цивилизации? Пожалуйста, ваш пример – это будет ближайшая великая река, которая около вашего дома протекает, около вашего населенного пункта. Если никакая река около вашего населенного пункта не протекает, ну, про Волгу напишите. Всегда вспомните что-нибудь про нее, да, как она там была торговым путем и все такое прочее. Так. На какую связь выходим? Ага, Ирина, вы сейчас спрашиваете у меня про текст о воробьях. На какую связь выходим? В тексте про воробьев связь аналогия. То есть, что это значит? Это таким образом я стараюсь избегать слова, что эти примеры дополняют друг друга. Потому что сейчас мы очень много слышим, что лучше не использовать эту фразу. И вот чтобы вас не смущать, мы будем использовать термин связь-аналогия. Что значит аналогия? Это значит, что какие-то предметы, в нашем случае эпизоды, сходны между собой. Как они сходны? А они сходны по эмоциональной окраске. Позитивное отношение к природе прослеживается и в первом, и во втором эпизоде. Связь-аналогия. Видовые понятия в проблеме обобщаем до родовых. Спасибо, Вера, все правильно. Проблема – это всегда обобщение коротко. Да, совершенно верно. Итак, мы сегодня с вами посмотрели три способа подхода, три подхода к анализу бессюжетного художественного текста. Я предлагаю вам в ближайшее время написать сочинение по бессюжетному тексту. В вебинаре я показывала, что это за тексты. Можете открыть любой из них. И попробовать применить этот метод. Кроме того, маленький открою вам секрет. Опоры на динамику модуса можно применять и при анализе текстов других типов, и при анализе сюжетного художественного текста, и даже при анализе публицистического текста, потому что модус, модальность проявляется во всех текстах. Только в публицистическом нам это порой не нужно делать, потому что мы там и так хорошо выходим на проблему, да? Там в публицистическом тексте проблема всегда очевидна. А вот в тех текстах, где проблема завуалирована, скрыта, тогда мы и применяем способ анализа динамики модуса, и у нас не остается уже секретов. То есть мы, как профессионалы, действуем здесь. Сейчас я прошу вас задавать вопросы, которые у вас возникли по сегодняшнему занятию. Понятно ли вам то, о чем я говорила? Не кажется ли вам, что на экзамене вы это не успеете сделать? То есть как оцениваете вы применимость этого текста именно в аспекте экзамена? Пожалуйста, напишите. Вот, предлагают написать отзывы в нашей группе. И, конечно, мне очень важно сейчас узнать ваше впечатление о той информации, которую вы услышали. Спасибо всем за внимательное, вдумчивое отношение. Так, можно ли в тексте указать причинно-следственную связь между примерами? Причину изменения настроения героя можно увидеть в следующем эпизоде. Если можно, вилка при анализе связи останется такая же, как и при противопоставлении. Елена, да, можно указать. Причинно-следственную связь здесь можно найти. Вилка будет такая же, просто вы вместо слова «контраст» и противопоставление будете использовать причинно-следственную связь. Это будет тоже правильно. Почему изменилось настроение героя плохое? То есть, почему оно изменилось? Потому что он встретил бурундука. Здесь мне надо, конечно, подумать, как это красиво сформулировать. Я здесь хотела показать противопоставление именно потому, что мы вышли на него из-за динамики модуса от плюса к минусу, потому что модальность – это оценочность. Вот как я рассуждала. Так, все хорошо, все поняли. Применяю на практике. Сложно, но полезно. Отлично. Эффективный прием. Хорошо. Конечно, когда вы будете сами использовать этот прием, эта сложность покажется уже чуть-чуть не такой прям уж страшной, да, потому что конкретно в чем сложность? Найти оценочные слова – это несложно. Это даже нельзя назвать глубоким анализом, потому что мы оценочные слова, мы их видим на поверхности, да, но вот использовать эти оценочные слова применительно авторского замысла – это уже глубокий анализ. А вот то, что тексты сложные. Да, тексты сложные. И мы видим, как год от года тексты все сложнее. Это говорит о том, что составители экзаменационных вариантов уважают нас и относятся к нам вот с такой повышенной планкой, то есть они предполагают, что мы с вами эту планку преодолеем. Так, правильно, не нужно ждать простых текстов, а нужно быть готовым к текстам самым сложным, к самым сложным. По-моему, у нас в этом году вот набор текстов, которые мы разбираем на вебинарах по понедельникам, это, по-моему, просто фестиваль сложных текстов. Каждый текст один другого сложнее и интереснее. Спасибо, Тамара. Очень приятно ваши слова услышать и прочитать. Так, ну что ж, я вижу, что вопросов по существу вебинара нет. Делаю вывод, что значит, действительно, моя цель достигнута, и вы поняли то, о чем я хотела сказать. Вы знаете, что все преподаватели, которые ведут вебинары, всегда находятся в зоне доступности, то есть мы на связи с вами, вы можете задавать вопрос как в личные сообщения, так и в наши беседы, в нашем сообществе. И я надеюсь, что этот вебинар не пройдет для вас напрасно, даром, и вы обязательно это используете. Всех благодарю за работу. До свидания, всем удачи. О, Мария. Мария, в двух словах рассказать про обратный тезис. Хорошо, Мария, я расскажу. Но вы потом еще пересмотрите вебинар, который называется «Логика сочинения». Я просто знаю, что Мария – это участник группы моей. Обратный тезис – это тезис к угрозе. Так он называется в риторике. Если у нас исходный тезис содержит какое-то позитивное утверждение со словами «нужно», то обратный тезис содержит обратное суждение со словом «нельзя», например, исходный тезис «нужно, допустим, заботиться о пожилых родителях», вот это исходный тезис, то обратный тезис, который абсолютно идентичен по смыслу, но имеет другой план выражения, то есть вербально по-другому выражен. Итак, нужно заботиться о пожилых родителях – это исходный тезис. Обратный тезис – «нельзя бросать пожилых родителей, обрекая их на одиночество». Так, Елена Петровна, какая проблема была в тексте Бунина? А там был целый комплекс проблем. Вообще-то текст у нас не с ЕГЭ, а это текст у нас из каких-то тренировочных сборников. Там была проблема мировосприятия, что помогает человеку пережить трудные моменты в жизни, что помогает или как человек может справиться с душевными терзаниями. Вот такая проблема была. Альбина задает вопрос о том, можно ли скачать презентацию. Презентацию можно скачать в том случае, если у вас на сайте есть статус «преподаватель». Да, Мария, спасибо вам за вопрос. Да, хорошо, вспомнил, отлично. А, Бунин «Туман» был на ЕГЭ в 2016. Ну вот, я даже и не увидела. Спасибо, Наталья. Я даже и не помню, потому что у меня в голове еще все «Бунин слепой», который тоже не так прост оказался для анализа. Это было у нас в 2019 году. Так, может быть, еще есть вопросы? Я сейчас еще пролистаю, может быть, я что-то не увидела. Вот, Наталья, да, на ЕГЭ 2016, когда мы еще не так писали сочинения, да, по старым, писали по старым еще правилам, с двумя литературными аргументами некоторые. Все времена прошли. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok